Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Предыдущий анализ окаменелостей тираннозавров показал, что средняя масса взрослой особи составляла около 5200 килограммов. Исследователи также использовали климатические модели и места обитания динозавров. Они выяснили, что общий географический ареал этого вида составлял около 2,3 миллиона квадратных километров по всей Северной Америке. Используя эти цифры и данные по живым видам, команда почитала, что на каждые 100 квадратных километров в Северной Америке приходилось около одного тираннозавра. Это означает, что в любой момент времени было около 20 тысяч взрослых тираннозавров, пишут исследователи. Чтобы узнать общее количество тираннозавров, которые когда-либо обитали на Земле, ученые умножили постоянную популяции на количество поколений – около 127 тысяч поколений. По оценкам исследователей, только один из 80 миллионов окаменелостей тираннозавра дожили до наших дней. Это число, по словам ученых, показывает, насколько неполна летопись окаменелости и говорит о том, что некоторые редкие виды могли полностью исчезнуть из летописи окаменелости. Исследователи утверждают, что их метод может использоваться для расчета размеров популяции и других вымерших видов. Исследование опубликовано в журнале Nature. Кстати, у нас есть канал в Telegram, где можно почитать о самых свежих и интересных новостях из мира науки и техники. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.